Сборная России пока в лидерах, как проходит всемирная зимняя универсиада в Красноярске. Алтайские врачи провели сложную операцию на мочеточнике у 4-летнего ребенка. Как чувствует себя пациент? Аколы-пера становятся флористами и дизайнерами. Какие еще специальности выбирают участники конкурса «Журналист меняет профессию». Это программа «Наши новости». В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. Приятная новость. Сборная России по результатам первого дня соревнований лидирует в медальном зачете Всемирной зимней универсиады. С хорошим результатом выступила наша алтайская лыжница Яна Кирпиченко. В сборной страны она единственная спортсменка от нашего региона. В минувшее воскресенье Яна участвовала в забеге классическим стилем на 5 километров. Пришла к финишу третий. Первое и второе место заняли спортсменки тоже из российской сборной. Сегодня Яна участвовала в гонке преследования 5 километров свободным стилем. И уже стало известно, что она вновь завоевала бронзу. Напомним, на универсиаде работает почти 30 волонтеров из Алтайского края. Нам удалось связаться с одним из них по телефону. Все они работают на разных объектах. У всех у них разный функционал. Кто-то работает со зрителями, кто-то работает на спортивных объектах, кто-то работает на неспортивных, на культурных объектах. Работа очень интересная. Есть ребята-атташе, которые сопрождают делегатов. Есть те, кто работают в операционных центрах и в координационных центрах объектов. Зимняя универсиада в Красноярске продлится до 12 марта. В соревнованиях примут участие около 3000 спортсменов из 55 стран мира. В 11 зимних видах спорта они разыграют 76 комплектов наград. А для них лучшая награда – здоровье пациентов. Алтайские хирурги провели редкую и сложнейшую операцию. Пересадили мочеточник 4-летнему ребенку путем минимальных проколов. Пузырно-мочеточниковый рефлюк с таким диагнозом 4-летняя Мирослава борется с полутора лет. Моча из мочевого пузыря попадала прямо в почку. Отсюда частые воспаления и высокая температура. По 5-6 раз в год приходилось лежать в больницах. Лечили консервативным методом. Не помогло, а ведь из-за регулярных воспалений девочка могла лишиться почки. Тогда медики решили оперировать. Малышки провели не полосную, а эндоскопическую операцию. Уже через день девочка встала на ноги, а через 3 дня бегала. Когда повезли на операцию, сильная истерика. Единственный ребенок. Даже единственный бы был все равно. Все, конечно, переживали. Она молодец после репутационного периода. Хорошо бы ее несла. Очень не плакала, не жаловалась. Чем уникальность операции и почему ее нельзя поставить на поток, расскажем в вечернем выпуске новостей. А вот им серьезную хирургическую операцию не доверят. Да и в списке профессий врач не значится. Зато есть вальчик леса. В Барнауле стартовал пятый юбилейный сезон конкурса «Журналист меняет профессию». Всего за два месяца работники печатных СМИ, радио и телевидения должны освоить азы рабочей специальности. Среди новинок этого года вальчик леса. Профессия сразу привлекла к себе внимание участников. Это профессия суровая, мужская. Это профессия президентов, потому что все мы знаем, что президент Линкольн был вальчиком. Мы знаем, что президент Путин имеет четвертый разряд по плотницкому делу. И, соответственно, деревья он тоже валил. Ну и можно вспомнить других известных людей, таких как Иисус Христос. Впервые будут учить делу пожарного, готовить разработчиков веб-дизайна и кинологов. В списке и более традиционные направления – гипсокартонщик, электрик, автомеханик, флорист и садовод. В конкурсе участвует 60 журналистов. А за прошедшие годы навыки рабочих специальностей получили сотни корреспондентов. Этапами обучения и впечатлениями они продолжат делиться в своих материалах. Кстати, от нашей редакции в проекте «Три человека». Как прошло первое собрание участников этого сезона, расскажем в вечернем выпуске. А сегодня стартует голосование в нашем конкурсе, который проводим совместно с торговым двором «Аникс». На протяжении недели в преддверии Международного женского дня мы принимали от вас фото и видеопоздравления мам, бабушек, сестер, подруг на странице нашей официальной группы ВКонтакте и в Инстаграм. Сегодня запускаем голосование. Всего поступило 14 заявок. Авторы лучших трех работ в подарок получат продуктовые корзины от торгового двора «Аникс». Специальный и денежный приз. Итоги конкурса подведем 7 марта. В завершении выпуска еще немного о спорте. «Алтай-баскет» наконец-то выиграл победу. Команда под руководством Бориса Соколовского одержала на домашней площадке над «Динамо МГТУ» из Майкопа. Напомним, наши не могли выиграть у соперников 9 матчей подряд. Многие болельщики и эксперты говорят, что 3 марта произошло чудо не иначе. Хотя началась игра не очень удачна для наших. «Алтай-баскета» удалось набрать очки и вырваться вперед лишь в третьем игровом периоде. Сегодня будет вторая встреча. Желаем нашим только победы. А сейчас и погода. Спонсор прогноза по ОКБ «Восточный». Доделать ремонт, поменять мебель и гардероб обновить к весне. Успеете оформить кредит в Банке «Восточный» по ставке 9,9% до конца марта. В крае переменная облачность, возможен снег и везде плюсовые температуры. В Славгороде, Камни, Наби и Рубцовске плюс один, плюс два в Бийске и Зменогорске. В Барнауле переменная облачность и до одного градуса выше ноля. А я напоминаю, телефон редакции Барнауле 722 440. Встретимся в вечернем эфире.